привет я роман душкин научно-просветитель на канале душкин объяснит и сегодня я хотел бы рассказать вам про пептидную связь мы переходим к строению белков как они устроены что они делают и тема пептидной связи очень важно для понимания того как белки устроены в трехмерном пространстве так что погнали и так пептидная связь это связь между аминокислотами что такое аминокислоты я рассказывал прямо здесь а соответственно давайте мы так обозначил связь между аминокислотами вот это может прям подчеркнуть давайте я напомню что такое аминокислота у нас есть атом 3 атома такие так скажем вот это вот атом углерода вот это тоже атом углерода они так связаны друг другом здесь у нас атом водорода здесь у нас так называемый радикал радикал может быть самым разнообразным там большое количество этих радикалов и именно радикалами отличаются аминокислоты друг от друга и радикал определяют их свойства здесь у нас атом азота от него отходит две связи с атомами кислорода водорода прошу прощения а вот здесь вот у нас хитрая штука вот здесь как раз у нас атомового кислорода и вот такая водорода значит вот эта штука вот эта вещь называется аминогруппа поэтому она и называется аминокислота так давайте мы вот здесь вот сотрем и вот здесь это он рисуем а вот это вот называется карбоксильная группа карбоксильная группа если мне не изменяет память да значит они обозначаются это обозначается иногда атом углерода он обозначается альфа углерод соответственно здесь у нас альфа углерод и от него отходит радикал вот это вот такая общая формула формула аминокислоты почему здесь не обозначен водород но водород часто не обозначают там понятно что свободные связи атомов валенты они забиваются атомами водорода так и как организуется пептидная связь собственно нас сегодня она интересует и давайте мы представим представим себе 2 2-2 аминокислоты они выглядят вот так вот на и сейчас я вторую скопирую чтоб не перерисовывать и 2 2 у нас именно здесь да и что происходит происходит вот такая вот хитрохимическая реакция вот это вот вот эти вот вот эти вот атомы два атома водорода и один атом кислорода удаляются то есть они уходят и формируют они что один из самых распространенных одно из самых распространенных веществ на земле вода h2o а соответственно вот эти вот связи в вакантные места вот эта связь и вот эта связь от углерода это азота они соединяются друг другу да вот получается такая вещь что если мы рассмотрим вот эту вот группу вот вода уже ушла мы рассмотрим эту группу да и она получается такой у нас вот здесь вот есть атом углерода у нас вот здесь есть атом азота и они связываются вот этой пептидной связи вот здесь вот у него есть атом давайте не так рисовать вот этот атома углерода водорода прошу прощения все время слова заговариваются нам вот здесь у него у этого углерода атом кислорода да и давайте другим фломастером нарисую связи вот такие этот у нас альфа углерод 1 помните назвал альфа углерод вот он а вот этот вот у нас альфа углерод 2 вот этот вот соответственно вот этот штуковина это и есть пептидная связь ну иногда вот это вот называют пептидной связи но целом вот эти четыре атома называют тоже пептидной связи почему я вот здесь вот обозначил обозначил жирную такую линию потому что она очень крепкая вот эта связь между атомами углерода и азота она очень крепкая она практически двойная связь то есть вот отсюда с атома углерода сюда переходит один электрон и углерод становится азот становится м плюс то есть это такая практически двойная связь ее иногда рисует двойной ну на самом деле там одна одна связь и но она очень крепко вот значит что еще необходимо ты отметить вот здесь здесь необходимо отметить что вот эти вот два атома находится в транспозиции значит транспозиции обозначает что они против противоположные направления то есть вот и у нас есть вот эта связь вот она пептидная связь между атомами углерода и азота и атомы кислорода и водорода находятся как бы в противоположной позиции друг от друга это обусловлено тем что эта связь устойчива вот ее устойчивость обусловлена как раз транспозиции этих двух атомов и кстати все это лежит в одной плоскости то есть вот эти вот атомы все они в одной плоскости эти четыре атома кислород углерод азот и водород они в одной плоскости лежат а вот два альпа углерода от аминокислот 2 до они лежат не в этой плоскости вот но они тоже находятся в транспозиции друг другу то есть транс транспозиция обуславливает а устойчивость пептидов пептиды это аминокислоты прикреплены друг другу то есть белки это тоже пептиды вот транспозиция этих двух пар атомов обеспечивают устойчивость и что еще необходимо отметить значит у нас есть у нас есть два две связи я их давайте обозначу малиновым цветом вот эта вот связь между атомами и вот эта вот связь такое большое количество стрелок уже дам эти две связи могут вращаться трехмерном измерения есть конечно ограничение на вращение но эти эти связи две они принципе свободно вращают куски аминокислот относительно пептидной связи и если вот эти четыре атома кислород углерод азот и водород находится в одной плоскости то вот эти вот альфа углероды со своими радикалами они свободно вращаются и это очень важное свойство пептидов мы его будем рассматривать когда когда погрузимся в то как белки работают как они выполняют свои функции как у них устроена трехмерная конформация и собственно запомните этот факт что эти эти связи более-менее свободного вращаются они не могут вращаться на 360 градусов потому что у них есть ограничение например не могут войти в одну плоскость пептидной связи с четырьмя атомами пептидной связи но вот могут вращаться все надеюсь все понятно рассказал пептидная связь это очень важно в нашем организме триллиарда пептидных связей я думаю пишите комментарии туда что думаете на этот счет что если что-то непонятно задавайте вопросы я постараюсь ответить ставьте лайк и подписывайтесь на канал ведь дальше больше душкин объяснить все что угодно с вами был никто иной как роман душкин до новых встреч пока